Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача 446. Начертим квадрат произвольной величины и запишем, площадь этого квадрата равна 1. И в пункте А нам нужно начертить квадрат, площадь которого была бы равна 4 единицам. Тогда возьмем 4 единичных квадрата, составим их таким образом, и у нас получится квадрат, стороной квадрата будет 2 стороны единичного квадрата, а площадью квадрата будет сумма площадей квадрата, составляющих его. Этот квадрат составляет 4 единичных квадрата. Площадь каждого единичного квадрата единица, значит, площадь нашего квадрата будет 4 умножить на 1 или будет равна 4 единицам. Значит, квадрат является искомым. В пункте В нам нужно начертить прямоугольник, площадь которого была бы равна 4 единицам. Тогда возьмем 4 единичных квадрата, составим их таким образом, и у нас получится прямоугольник. И площадь этого прямоугольника будет равна сумме площадей квадратов, составляющих этот прямоугольник. То есть 4 умножить на 1. 4 квадрата по единице площадь каждого квадрата. Тогда площадь прямоугольника будет равна 4, и этот прямоугольник будет искомым. В пункте В нам нужно начертить треугольник, площадь которого была бы равна 2 единицам. Чтобы начертить такой треугольник, мы поступим следующим образом. Мы воспользуемся квадратом, который мы построили в пункте А. Площадь этого квадрата равна 4 единицам. Тогда мы проведем диагональ в этом квадрате, и диагональ разделит квадрат на 2 равных треугольника. Значит, площадь квадрата будет равна сумме двух равных треугольников. А тогда площадь каждого треугольника будет равна площади квадрата, деленной на 2. Площадь квадрата равна 4 разделить на 2. Это будет равно 2. Значит, каждый из полученных треугольников является... Его площадь равна 2, значит, каждый из полученных треугольников является искомым. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях. До новых встреч!